Блин, до Марса лететь почти год. Капец скучно будет. Ну, погрузись в криосон. Криосон – это охлаждение организма до экстремально низких температур с помощью жидкого азота. Тело не разрушится? Вода ведь расширяется при замерзании. Ну, чтобы кровь не кристаллизировалась и не разрушила сосуды, ее заменяют на незамерзающие растворы. А как размораживать? Это пока не придумали. Но с этим способом хранят донорскую кровь и стволовые клетки. Да уж, не вариант. Это да. Зато лед позволил сохранить останки вымерших видов. Не хватает только копыти, фрагментов хвоста, правого уха и большей части шерсти. Интересно, а как бы мы сохранились? Если бы не пришлось проверять, а то капец как холодно. По ощущениям, как будто ледниковый период начинается. Какой там по счету? Третий? Третий? По идее, никто точно не знает, сколько их было. Но нам известно, как минимум, о семи. Чего? Семи? Да. Протерезойская, ранне-протерезойская, поздне-протерезойская, палеозойская и кайнозойские ледниковые эры. Так это ж пять. Именно. Но палеозойская ледниковая эра включала в себя аж три ледниковых периода. Чего себе. А когда следующий? Ну, ледниковые периоды не всегда холодные. Возможно, мы живем в одном из них прямо сейчас. Наконец-то я его нашел, нашел. Че такое? Че ты там нашел? Алмазы, алмазы. Пф, ты шутишь? Мы в Антарктиде. Какие тут алмазы? Да и вообще, просто проверь кристаллические решетки. Да ты не поверишь, они бесцветные, прозрачные, да еще и кристаллические решетки схожи. Пф, алмазы, говорит он. Да лед это. И это очень просто доказать. Эй, ученый, ты вообще в курсе, что плотность льда меньше, чем у воды? А у алмаза, наоборот, больше. Ну да, это же все знают. Так вот из-за этого как раз-таки лед и не тонет. Мы же и сами сейчас на льду стоим. А выталкивающая сила не дает нам погрузиться. А, достаточно бросить эти куски в воду и проверить. Да, да. Ты вообще в курсе, что в прошлом из-за дефицита металла всерьез рассматривали возможность построить авианосец из-за льда? Не понял? Где он? Не, мы богатые, мы богатые, мы богатые. Дед Мороз, просыпайся, пора работать. В смысле работать? Я только что весь мир облетел, у меня отпуск до следующего года. Все, легкая жизнь кончилась. Ледниковый период наступил, надо каждый день подарки развозить. Каждый день? В мире 2 миллиарда детей. Это 730 миллиардов подарков в год. Где я столько денег возьму? Так ты их не сам делаешь? Конечно сам, но на зарплату эльфам, на сырье, одежду снегурочки. Откуда я деньги возьму? Ааа, давай мы тебя просто инвестора найдем. Инвестор? Инвестор это лицо или организация, размещающая капитал. То есть деньги с целью последующего получения прибыли. Круто. А что делать, если я не зарабатываю на этом? Ну, либо инвестору так и объяснишь, либо... Давай краудфандинг устроим. А это что? Это те же самые инвестора. Но они вкладывают свои средства обычно гораздо меньше. Но зато их очень много, что поможет собрать нужную сумму. И взамен они ничего не просят. Главное, чтобы у тебя все получилось. Доча, а ну-ка помоги маме нарезать оливье. Сейчас, сейчас. Угу. Твой ледниковый период закончится из-за белки и орешка, получается? Блин, жаль, это выдуманный персонаж. В смысле? Нет же. Ты знала, что они, оказывается, действительно существовали в ледниковый период? Что? Ты серьезно? Да, это белка скрад. Они были ненасытными, но питались насекомыми. А клыки были в несколько раз длиннее, чем у остальных обычных белок. Их клыки также называли саблями. Получается? Нам соврали про историю с орешком. Получается, да. Но что правда, так это то, что они считались отсталыми в развитии, в отличие от своих родственников. Поэтому, если не хочешь быть как эта белка, пошли резать салат.